Король заболел, и никто не мог разобраться, что с ним происходит. Тут он увидел человека с осунувшимся лицом в глубокой печали. Никто не может остановить однонаправленный ум. Для того чтобы подняться над интеллектом, вам потребуется сознательное усилие. 500 лет назад здесь находился город моих предков, которые были королями этой местности. 500 лет назад этот город был самым богатым городом на планете. Можете почитать о нем. Он называется Хампи. Однажды Кришна Доварая заболел, так звали короля. Приходили врачи и осматривали его, используя различные методы. Но так и не могли понять, что с ним не так. Но король все угасал. Он был уже на пороге смерти. Тогда он позвал своего друга и советника по имени Тенали Рамакришна. Тенали пришел, но он не был врачом и не знал, что ему делать. Король обратился к нему за помощью, но Тенали не знал, что делать, ведь он не врач. Растерянный, он отправился в город и начал прогуливаться по рыночной площади. И тут он увидел человека с осунувшимся лицом в глубокой печали. Тенали подошел к нему и спросил, что случилось, почему ты выглядишь таким несчастным? Тот ответил, я занимаюсь торговлей сандаловым деревом. Поскольку на складах появились большие запасы, я взял огромный кредит и выкупил всю эту древесину. Теперь, если я не продам ее достаточно быстро, мне конец. Люди, одолжившие мне деньги, не оставят меня в живых. Единственный вариант, при котором я смогу продать это сандаловое дерево – смерть короля. Когда умирали короли, кремация всегда проводилась с бревнами сандалового дерева. Никто другой не мог себе этого позволить. Поэтому он сказал, мне конец, если только король не умрет. Тенали посмотрел на интенсивность его страданий и тревоги и сказал, подожди минутку. Он пошел домой, взял деньги и выкупил все сандаловое дерево. Человек был очень счастлив, и король выздоровел. Это не шутка. Вы должны понимать, что в моменты гнева, в моменты ненависти, в моменты страха и беспокойства ваш ум становится однонаправленным. Однонаправленный ум – это то, что никто не может остановить. Сейчас все находятся в таком режиме. Ни на что не могут направить свое внимание. Из-за этого происходит сплошная неразбериха. «Если у вас однонаправленный ум, ничто не может его остановить» – это один из важных аспектов послания Гаутамы. Он привнес это в жизнь людей. Вы сможете управлять своей жизнью, если возьмете под контроль свой ум. Скажите мне, если вы возьмете на себя ответственность за свой психологический процесс, будет ли для вас сложно пребывать в блаженстве? Вы пытаетесь взять под контроль ум другого человека. Однажды Шанкаран Пилай и его жена пошли к консультанту по вопросам брака. Шанкаран Пилай представился и сказал, «У нас замечательный брак». Ведь у нас сложились такие фантастические партнерские отношения, в которых я всегда молчу. Весь этот процесс возвышения над умом и означает Будда, стать Буддой. Вы должны понимать, что это не его имя. Его звали Гаутама Сиддарта. Будда. Будда — это состояние. То есть, если вы выше своего интеллекта, вы Будда. Если вы в интеллекте, вы безостановочно страдающий человек. Если вы ниже интеллекта, мы можем назвать вас Будду. Дурачок. Во время процесса эволюции, как существа, мы были ниже интеллекта. Постепенно мы эволюционировали в сторону интеллекта. Теперь, если вы хотите подняться над интеллектом, вам потребуется сознательное усилие. Не ждите, пока Мать-Земля сделает это за вас. Это может произойти через миллион лет, но вас уже не будет. У нас есть бесплатное приложение. Вы можете скачать его. Оно называется «Приложение Садхгуру». В нем есть практика, которая называется «Ишакрия». Это простой процесс — привнести в вашу осознанность, чем являетесь вы и чем является ваше тело, чем являетесь вы и чем является ваш ум. Как только между вами и вашим телом, между вами и вашим умом появится небольшое пространство, это будет конец всем страданиям.